Привет! Как дела? Сегодня хотела вам рассказать о том, как сразу после возвращения из Лондона мы с мамой решили съездить в Кировскую область, в деревню, где жили мои дедушка и бабушка, навестить их могилки, прибраться там, ну и просто посмотреть, как живут люди в российской глубинке. Сегодня рассказ о Кировской области. Итак, билеты из Петербурга нам обошлись в среднем в 3 тысячи рублей на каждого в одну сторону, то есть в общей сложности мы заплатили туда и обратно 12 тысяч рублей 600, по-моему, 12 600. Это поезд, плацкартные вагоны, верхние полки, то есть железная дорога в России мне показалась достаточно дорогой в сравнении с лондонскими железными дорогами. От плацкартных поездов я, конечно же, уже отвыкла. Лежишь, полтора суток едешь в поезде и не знаешь даже, чем заняться. Интернет по России нигде не ловит, только на станциях. Кстати, в новых вагонах, когда мы ездили в Москву, там уже даже есть USB-зарядка для мобильников и скоро обещают провести Wi-Fi по всем железнодорожным линиям России. Посмотрим. Конечно, проезжая российские города, мы смотрели, как живут другие люди, но там немного мы чего видели. В основном по тайге же идет весь железнодорожный путь. Но как бы выходили на каких-то станциях, что-то там прикупали. Мы в этот раз решили сильно не жмотиться. Купили немножечко такой маленький стакан брусники и маленький стакан голубики. В конце августа черники уже не было, хотелось очень черники. Ну ничего, поели вот так вот свежих лесных ягод. Ну и пили чай. Я читала книжку. Наконец-то мне выдалось время почитать книги. И вот именно в поезде этим и можно заниматься. Ну, слушала музыку, смотрела в окно. Отелей мы снимали два. Мы ездили на четыре дня, на три ночи. Первый отель мы сняли рядом с деревни, из стеклозавод, где жили бабушка с дедушкой, в городе Слободской. Также этот отель предоставил нам трансфер из Кирова. То есть мы вышли на вокзале в Кирове и нас сразу же встретила машина и довезла до отеля. Трансфер обошелся нам в тысячу рублей. Буквально за час мы уже были в отеле Victoria Village. Это достаточно новый, как турбазного типа отель. Очень приличный, очень хороший. И мы там провели две ночи. За него заплатили, по-моему, 5600. Что-то такое. Но отель по сравнению с тем, что мы сняли потом в Кирове, был просто пятизвездочный. Там управляющая, она, в принципе, занимается всем этим отелем. У нее муж тренер какой-то российской команды, он путешествует, а она управляет этим отелем и следит за детьми. Очень хорошие люди. Еще там у них администратор тоже, Виктория. В общем, Victoria Village очень рекомендую. Находится он на берегу реки Вятки. Выходишь на балкон и сразу попадаешь в сосновый лес. Условия номера очень приличные. Даже зубную щетку меняют каждый день, что не очень-то хорошо для природы. В принципе, одной зубной щетки мне бы хватило на две ночи. Завтрак входит в проживание. А днем или вечером там можно заказать бизнес-ланч или ужин. То есть там находится реально такая хорошая кухня, куда практически все бизнесмены приезжают днем покушать. Там даже очень занято такое бизи-бизи место. И стоит это достаточно дешево. Там за 200 рублей можно отлично покушать. И разнообразие блюд впечатляет. Кроме того, там есть такая небольшая как ферма, где можно увидеть каких-то зверьков, петухов различных типов. Какие-то кролики. Ну, что-то такое там можно посмотреть для детей интересное. И баня. Ну, в баню мы не ходили, но интересно тоже. Там еще есть эко-дом. Туда мы тоже не попали. В силу того, что у нас было всего три дня на нашу поездку. И нам надо было очень интенсивными темпами все успеть сделать. Вот. Путешествовали мы по городу на автобусах. Пазики там до сих пор ходят. По-моему, стоят около 22 рублей за один проезд. Что в сравнении, допустим, с Петербургом, где 45 рублей стоит проезд. Это в два раза дешевле. Но мы чаще пользовались такси, так как в одну сторону нам обходилось в 44 рубля, а такси стоило 100 рублей. Но зато не надо идти до остановки полчаса и от остановки еще полчаса. Например, за 20 минут мы доехали до кладбища прямо до ворот. Посетили могилку, повспоминали бабушку с дедушкой, пропололи всю траву и на обратном пути зашли в магазин купить краску. Краску мы купили вот такую вот банку 500 грамм. По-моему, за 360 рублей. Когда открыли ее, там оказалось всего лишь одна треть банки. Будьте осторожны. Вот так вот у нас любят обманывать людей. Это нам все пришлось разбавлять white spirit, потому что идти снова в магазин у нас уже не было времени. И нам надо было успеть покрасить всю оградку в последний день. По самому Слободскому нам удалось немного только погулять где-то в конце вечера, пока мы искали магазин что-то купить себе покошить, потому что ужинали мы уже в номере. Мы купили каких-то помидор, огурцов и колбасу. И вот когда мы искали что-то покушать про магазины, значит, цены в глубинке такие же, как и в Питере и в Москве. Я не знаю, как там люди выживают, потому что зарплаты у них там не такие, как в Питере и в Москве, уж тем более не как в Лондоне. А в Москве и в Питере цены такие же, как в Лондоне. Даже я бы сказала повыше, чем в Лондоне. Ужас. Я не знаю, как там люди выживают. Нашли, что удивительно мне показалось, магазины под названием Bristol. Это меня так сразу на Великобританию настраивало. Оказалось, это магазины виноводочной продукции, что-то такое. Но мы туда зашли и вышли практически, нам это не надо. Что мы нашли интересное? Советское печенье, вафли артековские, а также на обратном пути уже в Кирове я нашла в магазине мойву, которая выглядела, как в советское время, знаете, в такой желтенькой коробочке. А я мойву люблю, подкопченую такую, взяла в поезд поесть. Конечно, там потом весь поезд, пах, моей мойвой, но все ходили вокруг и облизывались. Сам город Слободской немного разочаровал, потому что основная, допустим, площадь выглядит очень обветшалой. Основной вот этот вот храм, колокольня, не реставрирована достаточно долгое время. То есть она уже такая потертая. Но очень много появилось различных церквей, которые выглядят как с картинки, как в Москве. Все отреставрированы, все хорошие. Даже в один какой-то дворик зашли, и там просто открылась перед нами такая панорама, цветочная какая-то аллея, прям как в лучших лондонских садах. Мы были удивлены. Помимо этого, конечно, все старые памятники, советские, которые я в детстве видела. Я же к бабушке ездила несколько раз, проводила там у нее лето. Многое, что мне в России напоминает Советский Союз. Это удивительно, что как-то это все сохраняется, и ты видишь это и вспоминаешь свое детство. Но, к сожалению, деревня, где жили мои бабушка с дедушкой под названием Стеклозавод, потому что там раньше изготавливали, знаете, такие молочные бутылки, к сожалению, она вообще абсолютно обветшала, там все заросло, даже по пути едешь, все в таких вот огромных плющах, борщевник называется, я их плющами называю. А это очень страшное растение, если к нему подойдешь, дотронешься кожей как-то, у тебя все абсолютно обгорит, как будто ты обварился кипятком. У меня один раз брат, вот в детстве, когда мы у бабушки тусили, вот так вот на этот борщевник нарвался, все абсолютно голени у него и лодыжки были обожжены, прямо вот такими пузырями все покрылось. И, конечно, я представляю, как это было больно, и где-то около шести месяцев все это заживало у него. Очень страшное растение, и оно везде повсюду растет, вот в направлении Стеклозавода. И мы такие с мамой едем, на пазике как раз мы ехали. Как в старое доброе время мы из города добирались до бабушки, туда ходил один автобус, и вот так мы проезжали. Там, кстати, какой-то завод стоял сейчас, он такой прилично выглядит, даже Биг Бен мы на нем узрели, какой-то такой парк получается, ну, я не знаю, аттракционов или что, сильно не узнавали, но завод выглядит прилично. А вот уже в самой деревне осталось, видимо, несколько людей, подошли к бабушкиному дому, мы его продали после их смерти. Как бы дом нормальный, там еще дедушке железный гараж для трактора, уже остался один каркас. Все, крыша бани повалилась, ключ, где мы набирали воду, питьевая вода течет, вот реально вкусная, натуральная питьевая вода течет по ключу, но вот этот домик, где мы набирали воду и где поласкали вещи, все это чинил мой дедушка когда-то, но вот после его смерти, и как бы много людей чувствуется разъехалось. Даже тропы, по которым мы ходили, гуляли к огороду, мы пошли к бабушкиному, все заросло, собаки бегают дикие, гавкают на тебя. И мы сквозь этот плющ, сквозь этот борщевник пробирались, мама там свалилась, упала, потому что было очень скользко. Мама в борщевнике, и показывает, говорит, вон еще какой. Искали красные грибы. Мы же поехали не только посмотреть деревню, но и сходить в лес по грибы, по ягодам. Но ягод уже не оказалось, хотя костинника была. А грибы вот как раз рядом с огородом бабушки. Там настолько уже непротоптанные тропы, что оказались красные грибы. И мы такие, один большой, другой большой, начали набирать. Подосиновики, красные грибы. Прикольно. И там вон еще один. Потом уже дошли до леса, и там тоже несколько грибов нашли. Вот костинника нагнулась за костинникой, а тут вот оказался красный гриб. Вот так вот. Сейчас я вас режу. А вот нашелся мухомор. Бабушка любила собирать мухоморчики. И на стоечку делать такую. Отражается в мухоморе небо. Красота. Ну, просто погуляли там поля. А вот и пшеничные поля с моими любимыми васильками. В полях и васильках заваливаемся. Красота. И вот в этих полях, как мама сказала, это фашисты, как фашисты стоят борщевники. Вот он борщевник, там на горизонте растет такой весь красивый. Как фашисты, мама сказала, стоят на горизонте. Это было очень страшно до них дотрагиваться. Но хорошо, мы были в куртках уже, в джинсах, и как бы не обожглись. Такой. И от него реально можно сгореть. То есть он обжигает абсолютно всю кожу. Если ты дотронешься до него, это ужасно. Страшно. Так что осторожнее. Будьте с плющами. Вон они, вон, какие страшные. Такие огромные. Потом мы дошли до деревни Филины, где жила моя прабабушка. То есть мамина бабушка. Я ее никогда не видела. Она умерла от до моего рождения. Но мама в детстве вот именно там тусила. И она показала там дома своих подруг. Они еще в более-менее приличном состоянии. А также там очень много строится новых коттеджей. Вот что удивило, так удивило. Вроде бы в развалившейся деревне, где, видимо, уже остались последние старички, которые там доживают свою жизнь, а вся молодежь уже уехала в город работать. Молодежь возвращается и строит коттеджи. Даже с видеонаблюдением. Такие огромные особняки на берегу Вятки. Ну и потом мы спустились на берег Вятки. Посмотрели там лодки. Пособирали вот эти вот стеклышки, которые еще от стеклозавода остались. Это как сувениры всегда все везут. Уже практически весь берег вычистили. Раньше там было очень много огромных таких кусков стекла, которые выглядели, ну, как через призму света, как-то мерцали даже. Покушали там помидорки, колбаску, попили ключевой воды и поехали обратно уже в отель. Следующий день мы провели на кладбище, полностью покрасили всю оградку, посидели, повспоминали бабушку с дедушкой и уже поехали обратно выезжать из отеля и в Киров. А в Кирове мы сняли спортивный отель рядом с вокзалом. Не рекомендую. Вообще, это, видимо, какая-то общага для спортивных каких-то клубов. Как была в советское время, вот прям чувствуется, такой же совдеп и остался. Извините меня, конечно, но если вы пропагандируете это как отель, это должен быть отель. Отель для некурящих. Зашли в комнату, там просто дышать нечем. Кровати еще с советских времен чувствуются. Покрывало тоже самое. Простыни и пододеяльники, или они не стираны, не глажены, или они уже настолько замусолены, что... Да, конечно, это стоило 1100 за ночь, но если бы я знала, что это будет настолько неприличный отель, я же все бронирую на Booking.com, а Booking.com показывал красивые фотографии, в принципе, отзывы были ничего. Русские люди, видимо, не привыкли к более хорошим условиям. Меня что устраивало, то, что это близко к вокзалу, и мы сразу же дойдем и сядем в поезд. Почему я забронировала этот отель на последнюю ночь? Потому что боялась, у нас поезд был рано утром, и боялась, вдруг мы не успеем, вдруг с такси что-то, такси не приедет, или мы не доберемся до поезда, что, кстати, вполне могло быть, потому что, когда мы ехали из Слободского в Киров, была очень страшная авария. Практически в обе стороны стоял такой огромный трафик, по-моему, около часу. Мы добирались из Слободского до Кирова два часа, потому что там была авария лоб в лоб. Там всегда такие страшные аварии, потому что там всего по одной линии, и очень много ходит грузовиков, которые не обогнать. Видимо, человек шел на обгон, пытался и врезался в другой грузовик. Там все фатально было. Просто смятка. Вот такие вот реалии российской жизни. Так что для меня сразу, как обухом по башке, из Англии в Россию, ну, в реальную жизнь. Я бы не сказала, что она очень страшная, но она такая реальные российские будни. Но ничего, сейчас я уже привыкла, и, в принципе, чувствую себя все-таки дома, а не в чужой стране, выживающая и куда-то что-то, где-то пытающаяся заработать и как-то выжить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok